так ребят всем большой большой привет тема у нас сегодня для разговора самое актуальное это естественно коронавирус вот я периодически буду добавлять к себе в чат кого-то чтобы мы максимально узнали всю информацию со всех городов совсем возможно с других даже стран что сейчас происходит у вас поэтому напишите мне пожалуйста откуда вы и давайте начнем напишите мне с какого вы города воронеж давайте воронеж начнем нам ситуацию в моем родном городе я конечно и естественно знаю потому что у меня родители воронеже мои сестры так присоединяйся я добавила тебя в чат так девочка что-то у нас не отвечает так ладно давайте попробуем взять санкт-петербург сейчас я пока это не могу сделать отмена в москве ситуация знаете какая да сейчас давайте питер послушаем в москве сейчас на полностью ужесточили нельзя выходить на улицу только по нужде вот и соответственно вот все сидим дома но ребят я вам единственное могу сказать главное не паниковать соблюдать все меры предосторожности и все будет нормально так что у нас ребята не отвечают не пойму давайте так те кто готов выйти со мной а провести этот эфир и рассказать обстановку непосредственно вашем городе так самара давай самара о привет так ну что самара самара подключилась к нам ну расскажи какая у вас сейчас обстановка так у нас что-то плохо со связью самара самара вы нас слышите так к сожалению у нас пока с вами не удается подключить другие города так кто готов так соблюдаем режим сидим дома молодцы сидите дома закупились я надеюсь вы все продуктами так я могу эстония давайте эстонию эстония сейчас послушаем эстонию что происходит у них да сейчас ребят лучше воздержаться я прекрасно понимаю что это нелегко это не просто но тем не менее этого благо будет нам всем поэтому так эстония у нас куда-то пропала ребят давайте все-таки мы подсоединим человека который готов сейчас выйти со мной в прямой эфир у которого есть хорошая сейчас интернет связь и пообщаемся узнаем что как раз таки происходит непосредственно у них в москве какая ситуация да я как бы сейчас полностью придерживаюсь всем правилам я сижу дома сегодня за весь день я ни разу не вышла вот конечно это очень тяжело так давайте дубай посмотрим так дубай дубай присоединяйтесь к нам мы вас ждем я надеюсь интернетом у вас все хорошо добавьте человека из италии а есть у нас тут италия кто-то смотрит нас италия 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 так дубай у нас не получилось к сожалению соединиться почему-то все таки да хотелось бы человек из италии а вот у нас италия давай италия присоединяйся за вас больше всего переживаем у меня тетя живет в италии и действительно там очень тяжелое положение вот отлично италия у меня не удается почему-то выйти ни с кем в эфир ребят кто сейчас готов кто готов действительно со мной пообщаться я понимаю что может быть вам страшно и непривычно но ничего в этом такого нет ставрополь так вот девушка давайте посмотрим ребят я вас всех присоединяю я не знаю то ли у вас связь плохая то ли я не знаю отлично у нас появился человек привет так ты откуда расскажи ты из самары так ну какая у вас обстановка объявили ли вам карантин что у вас сейчас вообще происходит да вы на карантине тоже третья неделя уже третья неделя и вам сказали то есть сидеть дома никуда не выходить естественно да вы соблюдаете правила нет ты какая-то маленькая по-моему да малышка совсем смотри а сколько у вас заболевших ты знаешь эту информацию ну например вот в моем посылке нужно болеть две семьи с маленькими детьми так ну придерживайся всем правилам давай не вздумай гулять просто так потому что действительно это очень опасно вот и береги себя давай поспрашиваем другие города так все с самарой понятно так хочется конечно послушать италию италия кто то есть тут у нас италия где вы так прими Ростов на Дону давай Ростов что у нас с Ростовом как дела обстоят Ростов я вас подключаю привет привет вот как раз Дом 2 сейчас смотрю да бог с этим Домом 2 у нас как бы вопрос более серьезный на самом деле как у вас обстоят дела с коронавирусом потому что Ростов достаточно крупный город ну как бы я была там да у нас полностью изоляция заболевших кто то пишет 2 кто то 12 но не так много но вас посадили на карантин потому что Москва закрыта да у нас все закрыто выход только в магазины торговые центры все закрыты но по нужде только аптека или магазин ближайший да только даже в Москве я видела писали выход из дома только в магазины там с животными прогулка в радиусе 100 метров от дома дальше нельзя ну у нас в принципе так и такая же ситуация но вот с сегодняшнего дня нам ввели жесткий карантин то есть нельзя выходить из дома только да по нужде как и у вас а сколько у вас длится этот карантин уже по времени у нас недели 2 до 5 апреля получается до 5 апреля да ну придерживайтесь правилам и все будет хорошо потому что я сама человек как бы такой то есть мне очень тяжело находиться дома я очень хочу постоянно куда то выйти постоянно какое то движение но пока так нужно действительно так нужно для всех для нас поэтому придерживайтесь правилам вот ни в коем случае там да чтобы вы не заболели желаю вам всего здоровья там естественно давайте послушаем другие города да подсоединим послушаем что у них все пока пока так ростов понятно с колумбия сейчас мы посмотрим колумбия колумбия интересно давайте послушаем колумбию где вы колумбия пишите мне еще раз из италии я прими так италия давайте послушаем это не потому что у них действительно сейчас самое тяжелое состояние что у них на данный момент происходит так это что то здрасте так непонятно что что это было непонятно так нас смотрит пишите города хочется услышать нью-йорк хочется услышать Италию хочется услышать Францию Лондон Лондон вы готовы выйти со мной на связь так пока непонятная ситуация смысл писать нет мне нужны люди кто готов выйти со мной в эфир и рассказать ситуацию непосредственно у вас в стране поэтому просто так писать ваш город не надо вот у нас есть франция франция вы готовы пообщаться это девочка маленькая дети нам не нужны давайте взрослых людей так я готова так ребят сегодня тема исключительно про коронавирус поэтому я не буду рассказывать не про какие отвлеченные темы израиль готовы выйти в эфир давайте послушаем израиль что там случилось как у них дела германия тоже бы с вами выйти не уходите о отлично здравствуйте привет ну расскажите как у вас обстановка как у вас все происходит вообще так ну израиль обстановка такая что остались без работы абсолютно большинство в настоящий момент в израиле сокращено количество рабочих до 15 процентов то есть 85 процентов людей во всех стране не работают сидят дома сидят в заперти мы не имеем возможности выйти из дома больше чем на 100 метров то есть даже если хочешь выйти погулять за своим ребенком если ты вышла дальше чем за 100 метров у тебя уже грозит штраф кошмара а как продукты я не знаю то есть единственное что разрешено это пойти в магазин за продуктами либо за лекарствами ближайший магазин который находится рядом с тобой ну в принципе все это все отлично так что я вот подписчикам говорю о том что сейчас с нами на связи израиль чтобы вы понимали да ситуация у вас тяжелая тоже достаточно а сколько заболевших сейчас официально официально четыре тысячи если не ошибаюсь 600 в районе четыре с половиной тысячи и шестнадцать тысячи но это достаточно много на самом деле да но смотрите у вас же ну как предпринимают какие-то меры определенные то есть не только карантин то есть вы сидите дома и а как люди работают там есть какие-то пособия выплаты смотри там люди не работают есть пособие по будь работе на которые люди сейчас подают активно министерство которые занимаются именно этими выплатами не справляются в данный момент то есть людям не приходит ответ кто-то получит это пособие кто-то не получит но я могу сказать что это пособие которое например если я на него смогу рассчитывать то мне даже не хватит его на то чтобы заплатить на мою квартиру за аренду космар а как тогда вообще то есть ну в любом случае паниковать не стоит я так понимаю что сейчас все настраиваются на удаленку то есть все сейчас весь бизнес приводит на удаленку кто имеет возможность на это да а кто не имеет тот просто сидит и молится Богу для других возможностей кошмар да нечего делать ну это конечно жутковато но я думаю что в скором будущем это все закончится потому что ну как бы я могу сказать за себя то есть я предпринимаю все меры предосторожности понимаете как бы тут очень важно чтобы люди следили и делали все что им говорят потому что у нас народ как бы тоже да у нас в Москве вот с сегодняшнего дня внесли этот карантин что нельзя выходить из дома вот как бы ну в любом случае все равно я вижу там машины ездят то есть люди все равно как бы понятное дело что гораздо в меньшем количестве но они передвигаются да можно я воспользуюсь данной возможностью скажу на большую будущее я в Израиле всего два года до этого я жила в Казахстане по-моему Даня тоже из Казахстана извиняюсь что как бы так про Даню вспомнила ну вот из Казахстана я приехала два года назад два года я в Израиле я могу сказать единственное что две недели назад когда у нас все это началось и когда у нас было количество зараженных порядка там 50 человек мы тоже все ходили посмеялись и говорили ха ха хи хи и мы как бы посидим дома мы посмеемся и все такое прочее как бы но но мы не будем ну как бы для нас это все ерунда скажем так и когда у нас количество зараженных возросло для нас каждый днем все больше и больше это стало большей проблемой со днем на день больше и больше сейчас когда у нас уже почти 4 тысячи человек для нас это такая катастрофа что мы не знаем как как быть вообще мы выходим на улицу когда мы видим всех людей в масках в перчатках для нас это шок когда реально мы посмотрели этот фильм там который называется заржение мы подумали да действительно вот это вот фантастика схватилась в жизнь это реально то что на сегодняшний день происходит в Израиле один в один я могу сказать один в один просто там что происходит здесь и когда я читаю посты которые на данный момент пишут люди живущие в Казахстане в моей родной стране в моем городе и я понимаю что это я две недели назад я точно так захищитала я хотела свою работу у меня все было как бы абсолютно по кайфу не было никаких проблем а сейчас я боюсь выйти на улицу мой ребенок которому 7 лет третью неделю сидит дома поэтому я хочу предупредить всех россиян воспользовавшись моментом всех казахстанцев всех жителей СНГ всех жителей мира вообще в принципе которые смотрят этот эфир люди отнеситесь с полной серьезностью предприните все меры необходимые для того чтобы уберечь себя я понимаю что очень тяжело остаться без работы и получать денег за то что оплачивается мы тоже здесь от этого очень сильно страдаем мы живем на съемном жилье у нас очень большие расходы но пусть я лучше почерпну мой ребенок все лучше я будем здоровы и все будет хорошо и Таня тебе тоже желаю здоровья большое спасибо что присоединила спасибо вам я вам желаю в первую очередь здоровья потому что действительно у вас сейчас ну как бы гораздо тяжелее ситуация нежели чем у нас но спасибо вам за рекомендации за вообще за такие слова потому что действительно это достаточно опасно и смеяться не стоит но и в то же самое время паниковать тоже не надо то есть нужно просто предпринимать меры определенные предосторожности абсолютно я желаю вам здоровья чтобы ни в коем случае там никак не тронул вас коронавируса тем более вашего ребенка все я вас отключаю сейчас позвонимся с Италией узнаем что у них всего доброго так ну что ребят вот такая вот ситуация в Израиле так Италия я вас жду Италия я сегодня по возможности постараюсь как можно больше опросить стран это в первую очередь нужно и нам и вам и вообще всем но единственное у меня к вам просьба не паникуйте сейчас действительно очень сложная обстановка во многих странах у нас это только как бы начало но тем не менее если мы будем все меры предосторожности соблюдать то ребят мы на самом деле действительно можем не дойти до такого страшного ужаса то что мы сейчас услышали просто многие люди халатно к этому относятся на самом деле действительно стоит посидеть хотя бы неделю дома и посмотреть как будет ситуация дальше так Италия вот я Италия готова Италия сейчас Италия Италия у нее очень сложное сейчас положение ситуация сейчас послушаем что у них происходит а Италия почему нас отклонила так Италия которая может выйти сейчас со мной в прямой эфир напишите пожалуйста отзовитесь очень хочется вас услышать Воронеж привет я обязательно с вами выйду на связь позже у меня родители живут в Воронеже у меня живут там сестры родители я отправила за город запаслись продуктами вот они у меня в полной безопасности вот сестрички тоже главное ребята не паниковать не паникуйте потому что паника она действительно рублевка на связи рублевочка то что паника на самом деле она сбивает с ног так понятно что там в Италии происходит на самом деле вам не настолько понятно потому что мне живет в Италии тетя и я каждый день знаю сколько людей уходит в иной мир из-за этого и это на самом деле очень страшные цифры вот поэтому Лондон вы готовы давайте послушаем Лондон пока Италия выходит на связь пообщаемся с Англией алло да здравствуйте здравствуйте очень рада вас видеть расскажите пожалуйста вы у нас Англия Лондон правильно да из Лондона с Англии так ну расскажите как у вас обстановка потому что у нас только начало в Москве конкретно но но в принципе у нас здесь все закрыто как и в других странах только работают магазины продуктовые и на улицу как бы люди тоже как бы не особо выпускать только в магазины никакие там парки сейчас может быть неделю назад можно было пойти в парк а сейчас уже все как бы полиция везде ездит все останавливают как бы и даже могут не страховать поэтому в машине даже если кто-то едет только по одному человеку а расскажите какое количество у вас сейчас на данный момент зараженных официально не знаете официально около двадцати двух тысяч и умерло где-то полторы тысячи людей уже очень очень быстро как бы возрастает это все число и ну просто страшно выходить даже на улицу потому что многие люди даже себя просто не предохраняются ни масками ни перчатками просто ходят гуляя с детьми то есть для меня это был шок когда я вышла на улицу и увидел вот это все ну это на самом деле да жутковато это страшно это страшно для нас для всех не только для вас ну как бы у меня по всему миру в принципе живут мои люди я очень переживаю но в основном это затронуло Европу сильно до Москвы это только добралось и у нас тоже уже все ужесточили вот сегодняшнего дня закрыли полностью Москву как бы мы не имеем доступа тоже к улице можно конечно выходить но опять же это ну незаконно будет ну это понятно да да и только там ну по нужде понятно это аптека это ближайший магазин в 100 метрах от дома в общем честно говоря я сама не ожидала что это дойдет до такого и немножко жутковато Таня это очень страшно потому что у меня три подруги заболела она сейчас лежит и никакой помощи вообще нету от врачей как по-русски скорая помощь не приезжает вообще то есть они игнорируют они говорят ну если ты не помираешь значит ну ты можешь идти дома и изолировать себя и просто дать нам знать как ты себя чувствуешь то есть ну у меня подруга действительно задыхается это очень тяжело и как бы ну я даже не знаю даже чем ей помочь потому что я не могу к ней приехать и никуда не отвезти ничего не сделать то есть это очень сложно и у моей подруги вот бабушка умерла тоже от этого то есть это очень серьезно поэтому я сейчас с ребенком я ребенка я ну ращу уже год и поэтому как бы страшно просто страшно жить потому что сейчас в любой момент ты можешь зразиться не знаешь как ты себя будешь чувствовать поэтому как бы лучше людям оставаться дома и беречь себя и своих семей как бы ну лучше не никакие шашлыки там как я в Москве видела люди выходят на шашлыки там страшно то есть ну да или кто-то спрашивает что спортзалы работают ну бред конечно нет у нас все закрыто у нас все заведения закрыли то есть только в доступе продуктовый магазин и аптеки не более того очень конечно жутко слушать такие новости я вам желаю здоровья я вам желаю терпения я уверена что у вас все будет хорошо главное не паникуйте не переживайте чтобы ваш ребеночек соответственно тоже был здоров и ваше здоровье стараемся беречь так что да мы с вами держитесь спасибо вы так же себя берегите берегите свое здоровье своих близких спасибо вам спасибо сейчас послушаю Италию спасибо до свидания так в англии вот такие вот дела хочется мне услышать Италию Италия отзовитесь кто здесь есть из Италии пожалуйста Италия ребят я почему беру самые ну как бы я беру основном ведь европейские страны потому что у них сейчас действительно самое такое тяжелое состояние у нас только начинается а кто готов давайте вот вот девушка Италия Главное, соблюдайте правила, правила безопасности. Не контактируйтесь с людьми. Действительно, ребята, это очень-очень сильно опасно. Потому что... Так. Италия, отзовитесь, пожалуйста, те, кто готов выйти на связь. Испания, Италия, мы готовы вас послушать. Так. Италия не до нас, к сожалению, наверное. К сожалению, наверное, да. Те, кто готов выйти. Италия. Еще раз повторяю, Италия. Хочется пообщаться именно с вами. На работу надо ходить. Я Италия. Так, давай, присоединяйся. Испанию. До Испании мы тоже доберемся. Так, присоединяется к нам Италия. Так, здравствуйте. Я вас не вижу. К сожалению, у нас не получается никак связаться с Италией. Ребят, давайте все-таки очень хочется именно услышать Италию. Илюш, привет. У меня сегодня прямой эфир полностью посвящен коронавирусу. И я в любом случае от себя вам могу сказать, без паники. Главное, соблюдайте меры предосторожности. Все. Вот пойдите, не знаю, если вы не закупились продуктами еще, сходите завтра в магазин, оденьте перчатки на руки. Это действительно очень опасно. Закупитесь продуктами, идите домой и сидите дома. Нагрузите кучу фильмов, позанимайтесь йогой, позанимайтесь своими какими-то делами, не знаю, саморазвитием. Все сейчас через интернет можно сделать. Сереж, привет, привет, привет. У нас сегодня тема коронавируса, поэтому, ребят, подтягивайтесь. У нас полное идет обсуждение. Я вот хочу присоединить все-таки Италию. чтобы послушать. Италия, ждем вас. Единственное, ребят, я вас прошу, не лайкайте, пожалуйста, прямой эфир, потому что из-за сердечек у нас он очень сильно тупит. Не лайкайте, не лайкайте, пожалуйста, прямой эфир, ребят, пожалуйста. Я Италия, вы готовы выйти в эфир? Давайте попробуем. Нет, так, вот еще Италия. К сожалению, не получается у нас выйти на связь с Италией. Вот, я от себя вам могу единственное сказать. Ребят, давайте тогда каждый будет думать в первую очередь о себе, о своих близких. Если каждый из нас будет предпринимать меры предосторожности, действительно будет их соблюдать, сидеть сейчас на данный момент дома, максимально не контактировать с другими людьми, то все будет тогда действительно хорошо. Ребят, вот как бы соблюдайте просто меры предосторожности. Все на самом деле очень просто. Вам сказали сидеть дома, сидите дома. Так, последняя попытка у нас связаться с Италией. Италия, пожалуйста, выйдите с нами на связь, потому что действительно именно с вами хочется побольше пообщаться, потому что я знаю сейчас ваше тяжелое положение. Испания, да. Все очень серьезно. Как уберечь себя, если я работаю в торговле? Как уберечь себя, если вы работаете в торговле? То есть у вас постоянный контакт идет с людьми. Смотрите, в любом случае вам необходимо будет постепенно сейчас думать о том, как ваш бизнес перевести на онлайн бизнес. Это имеет место быть, это возможно. Не пугайтесь, ничего там страшного нет. Сейчас мы будем постепенно все переходить на онлайн продажи. У нас в США еще хуже все. Америка. Вы готовы выйти на связь? Я Италия. Так, я надеюсь, там не ребенок. Давайте попробуем. Так, здравствуйте. Ой, как дети. Детишки решили поиграться. На самом деле у нас тема сегодня достаточно серьезная. Все сейчас приходят на удаленку, работу через интернет. Поэтому не паникуйте, спокойствие. Главное помнить, что это все временно. Все это временно, главное соблюдать правила. В общем, с Италией у нас так не получилось связаться. Испания у нас тоже молчит. Поэтому я думаю, что давайте, наверное, прощаться. Мои слова к завершению эфира. Это чтобы вы себя берегли, своих родных, своих близких, думали о своем здоровье. Не относитесь к этому халатно, но в то же самое время не поднимайте панику. Все это решаемо, все это возможно преодолеть. Естественно, мы преодолеем. Поэтому я вам желаю, в первую очередь, здоровья. Сейчас, как никто, точнее, это сейчас самое, наверное, главное для каждого из нас, для ваших близких. Время уже 12 часов. Нужно уже ложиться отдыхать. Поэтому желаю вам добрых снов. Завтра постараюсь выйти в эфир. Пообщаемся с вами на тему того, чем можно заниматься на карантине, как можно себя отвлечь. Берегите себя. Все, я с вами прощаюсь. Очень вас люблю. Вот. И будем на связи. До завтра.